так значит лекция моя сегодня называется неправильно и правильное питание я вначале для вас короткую преамбулу ввиду почему так назвал потому что это устоявшийся термин сейчас социальных сетях правильное питание и на эту тему очень много различных мифов так скажем устоялось большинство советов которые дают блогеры другие специалисты они в контексте могут не работать и смысл этой лекции в том чтобы немножко развенчать некоторые понятия показать где они не работают и как правильно общаться с едой так чтобы те же самые советы все же работали поэтому как бы неправильно правильное питание на самом деле я больше придерживался термина адекватное питание потому что то питание которое например адекватно в одной ситуации будет неадекватно другой ну например спортивное питание для спортсмена который готовится к выступлению это окей но для клерка это будет убийство части внутренних органов и лишние килограммы сто процентов почему об этом перед вами выступаю я ну начнем с того что у меня за спиной 12 лет высшего образования кандидатская доцент и в общем-то я сам фанат еды постоянно занимаюсь спортом точнее когда у меня есть на это время на текущий момент я в том числе имею сертификат нутрициолога и консультирую по программе metabolic баланс также мы недавно опыт был записали подкаст health tech talk про технологии здравоохранения здесь половина слайда не видно поэтому расскажу словами был прикольный опыт для меня если интересно он прямо так и пишется его называли не мы но название как есть там мы простыми словами пытаемся рассказать о новых примочках в сфере технологии и том как они используются здравоохранения к теме питания я пришел исторически примерно в двадцатом двадцать первом году с школы я постоянно занимался спортом пытался следить за собой пытался кушать там совет все про и по правильному питанию использовать и так далее тем не менее где-то в районе 20 21 года когда у меня была активный рост и подъем по линии менеджмента тогда возглавлял небольшой проект ну точнее большой проект клинику мы строили научно-клинический центр короче я там за год набрал где-то 10-12 килограмм примерно хотя я точно также ходил спортзал даже вместо пяти у меня там было семь тренировок ежедневно ел примерно ту же самую правильную еду тем не менее у меня был набор массы и причем не той которую я хотел вот определенный момент я как бы подумал вроде бы как я не глупый человек и надо в этом всем разобраться собственно прошел несколько курсов выводы себя какие-то определенные вещи и потом применяя определенные комплексные программы быстренько привел себя в порядок а два месяца назад у меня родился сын с чем я себя поздравляю надеюсь вы за меня рады и за эти два месяца я тоже набрал два-три килограмма причем питаюсь я точно так же и спортзал даже успеваю но есть один момент вся лекция смысл всей лекции о том что вашей жизни должен быть баланс вот у меня например выпал из баланса сон на текущий момент потому что потому что у ребенка свой ритм и мы сейчас приспосабливаемся к нему собственно пока что мы не научились жить вместе в одном ритме и я не досыпаю сон то очень важный элемент вашей жизни если его будет не хватать не будут работать определенные гормоны вы не сможете накачаться вы не сможете похудеть и если вы студент то во многом это будет вам мешать запоминать или готовиться к сессии ну давайте перейдем от лирики к тому о чем мы поговорим сегодня я постараюсь объяснить в чем смысл дробного питания почему это не очень хорошо что такое интервальное голодание как и когда его использовать разницу между поеданием фруктов и питьем соков витамины и бады как ими пользоваться в россии поговорим про разные диеты обезжиренные без углеводов посчитаем калориям и самом конце я вам стараюсь рассказать о вещах которые вроде бы не связаны с едой это про режим дня про циркадные ритмы про депривация сна или есть по-русски говорить это нарушение сна хронический стресс и подобные вещи которые вроде бы никакого отношения не имеют к тому как мы питаемся и как это на нас влияет но это напрямую влияет на наш внешний вид и на то как наши бока растут но начнем мы не с этого а вначале поговорим в целом про наш организм на этой картинке я постарался отразить три основные вещи которые управляют нашим организм точнее управляет одна наш головной мозг но у него есть две помощницы которые друг с другом общаются гормонарной системы общаться между собой гормонами причем не только органам который общепринято биология называют другом fica функцию ручий fixed God он продуцирует гормоны. В ходе лекции мы увидим, что даже желудок имеет определенные прогормоны, вещества, которые он синтезирует для того, чтобы сообщить всему кишечнику, что нужно делать. И практически все органы имеют определенные вещи, которыми они могут гормональной системе сообщать о том, что что-то происходит и нужно делать. Иммунная система, она располагается вообще по всему нашему организму и каждый раз постоянно друг с другом общается при помощи цистокина. Это такие маленькие сообщения, которые другой угол она отправляет. Про них вы слышали во время пандемии, когда был такой термин цитокиновый шторм. Вот цитокиновый шторм — это не что иное, как ДДОС-атака, ну как на серверах бывают атаки-атаки. Вот цитокиновый шторм — это то же самое, это когда просто куча-куча сообщений идет, а иммунная система не понимает, что делать, начинает вся возбуждаться, и поэтому организм слетает. Собственно, первое, что делали с людьми, у которых начинался цитокиновый шторм, это пытались сначала успокоить иммунную систему, а потом уже лечить. И в конце концов, мы не научились и хотелось. Так вот, это две системы, которые сообщают головному мозгу, что нужно делать и как регулировать все процессы, которые у нас происходят. Они очень сильно влияют на то, как мы общаемся с едой. Теперь ближе к питанию. Как мы вообще с вами живем? Есть такое понятие — обмен веществ. Все о нем слышали. И его можно подразделить на две вещи. Собственно, поэтому дальше можно на нем не останавливаться, потому что это очень сложная тема. Там просто очень много физических и химических процессов. Для нас самое главное знать, что есть основной обмен веществ. Это когда уже у нас есть все химические вещества, которые нам нужны для организма, и он приходит внутри нашего организма. Есть так называемые подготовительные. Это когда мы покушали, наш кишечник переваривает, а расслабливает на вещества, которые нам потом потребуются. В целом, это можно дальше не разговаривать. У основного обмена есть несколько, так скажем, внутри структур, которые можно разобрать. Точнее, одну из них нам нужно разобрать. Это энергетический обмен. Энергетический обмен — это наша энергия. На этом слайде я постарался вам показать, что часть энергетического обмена уходит на обычную нашу жизнедеятельность. Это порядка 70%. Вот то, что вы сейчас сидите, дома спите, ничего не делаете, лежите около телевизора, смотрите, все это время у вас тратится энергия. И это порядка 70% энергии, которую вы употребляете. На спорт у вас уходит не более 30%. Точнее, не на спорт, а на физическую активность. Если вы активно занимаетесь спортом, это примерно 8-13% энергии. И когда вы кушаете, чтобы переварить это все, утилизировать еще где-то 5-7% тратится. То есть даже если мы ничего не едим, у нас все равно 90-95% энергии тратится. Если мы ничего не делаем, 70% энергии тратится. Если мы активно занимаемся физической культурой, это не больше 10-13%. Это если регулярно. Теперь, к чему я это все говорю. Есть два устояющихся мифа у попологов, так скажем, что дефицит калорий, точнее классической диеты, когда мы просто перестаем много есть и начинаем активно двигаться. Класс, это работает первые две недели. Потом ваш организм пытается перестроиться и перевести свой метаболизм в соответствии с тем, что вы делаете. Вот как он привык, он так и будет энергии тратить. То есть, если вы в целом комплексно меняете себя, если вы просто сегодня перестанете много есть и начнете много ходить, это через 2-3 недели скомпенсируется. То же самое по поводу спорта. Если вы сегодня резко начнете заниматься спортом и 2-3 недели будете активно качаться или бегать или еще что-то, вы сбросите 2-3 килограмма, но потом вы обратно возьмете все свои, весь свой вес. То есть, потому что у организма в гипоталамусе есть отсечка в плане того, как в норме должен выглядеть ваш организм. Она пытается ее постоянно балансировать и придерживать. Теперь более детально. Сейчас, секунду, вернемся. На самом деле, эти же штуки, они работают, если мы подходим к комплексному процессу. То есть, если мы просто перестаем есть или просто начинаем заниматься спортом, это через 2-3 недели скомпенсируется. Если мы сделаем комплекс, и я вам в конце приведу комплекс того, что нужно делать, тогда это будет работать. По отдельности, эти методики не работают. Немножко разберем пищеварение. Это вам важно для понимания определенных лайфхаков. По порядку. Как у меня... У нас лекарь, обычно называют это все по опасным церкам, как почитают, по ЖКТ или все. Ну, надеюсь, понял, в чем. Начнем с того, откуда попадает пища. Рот. Это очень важный процесс. Например, когда тот же самый ковид был, у нас нарушалось обоняние, для нас эволюционно это очень большая проблема, потому что мы не понимаем, что мы едим. Рот, и обоняние, и, собственно, нос, то, что мы нюхаем, это в первую очередь защита для нас, чтобы мы понимали, что мы кушаем. То есть вкусовая индикация. Потом это уже механические измельчения, в том числе дезинфекция. В суне очень много элизоцимы, которые убивают бактерии. И, если вы видели когда-нибудь, как собака зализывает рану, это в первую очередь она занимается дезинфекцией раны. Ферментация частичная также происходит за счет слюны, и очень много иммунных клеток в полости рта. А еще есть неожиданные, так скажем, по крайней мере, для меня это было неожиданно. Вот у нас есть рецепторы на индике вкусовые, есть рецепторы в носу, которые помогают нам понять запах или что-то в этом роде. И самый прикол, что без слизи они не работают. Слизь, слюна, слизь в носу это проводник, который помогает для рецепторов дойти молекулу. Если у нас где-то в городе, когда очень сухо, пыльно, все высохло в носу или залилось пыль, мы перестаем чувствовать запахи. То же самое, если у нас очень сильно сухой рот, обезвоживание и так далее, мы перестаем чувствовать вкус. Слюда, слюна, в том числе проводник, без нее мы не сможем просто понять, что мы едим. Желудок. Все, когда попадает в желудок, в первую очередь стерилизируется за счет соляной кислоты. Это основная его функция. Помимо этого, в желудке происходит частичное всасывание воды, лекарства, алкоголя. И желудок же является первым органом, который, соприкасаясь с едой, сообщает всему кишечнику, что за еда в него попала. Вот здесь мы первый лайфхак для себя разберем. Когда в желудок попадает сложная еда, типа куска мяса, он сообщает всему кишечнику, что надо работать помедленнее. Во-первых, он сам замедляет свою работу для того, чтобы насыщить все эти волокна соляной кислоты, чтобы она нормально растворилась. И замедляется работа всего дальнейшего кишечника, потому что нужно очень много вырубить экспериментов, чтобы это все расщепилось и переварилось. Ну, банальный пример. Возьмем 500 килокалорий, кусок мяса, 500 килокалорий, сникерс и чашечка кока-кола. Если у вас есть воспоминания подобной еды, то вы можете вспомнить, что после того, как мы съели шоколадку и выпили кока-колу, то через полтора часа у нас, в принципе, желудок пустой, мы готовы еще что-то поесть. Если же мы съели добротный стейк, то через полтора часа у нас такое ощущение, как будто он там все еще лежит. И это не ощущение, это на самом деле так. Потому что кишечник продолжает пищеварение. Как мы можем это использовать в обычной жизни? Начинайте еду с кусочка мяса. Поржуйте его, подождите 2-3 минуты, потом переходите к другой еде. Это лайфхак для тех, кто привык очень быстро кушать. То есть в целом, для того, чтобы у нас организм понял, что мы поели и насытились, нужно 20 минут. Если мы за 5 минут, когда закидаем в желудок много еды, и он уже настолько большой, что мы больше не можем съесть, здесь мы будем все еще подолодными. Будем искать, чтобы еще такого можно закинуть. Потому что по физиологии примерно через 20 минут после того, как мы начали есть, мы чувствуем насыщение. Короче, начинаем дыру с кусочка мяса. 2-3 минуты подождали, потом все остальное. Тогда у нас будет немножко медленное пищеварение, и мы сможем на более нынешний период оставаться сыплыми. Тонкая кишка. В тонкой кишке основные процессы ферментирования происходят. Там раскладываются белки, жиры, углеводы, простые молекулы, и там происходит собственное поглощение всех простых молекул, всасывание, так скажем. Если вы видите, везде есть слово иммунное, потому что на протяжении всего кишечника у нас куча иммунных клеток, и это самый мощный, так скажем, иммунный орган в нашем организме. Поджелудочная железа протектирует анселин и глюкогон. Нам просто важно это знать в будущем, мы сейчас дальше разберем об этом. Толстый кишечник. Всасывание воды брожения, создание при взаимодействии с микробиомом коротко-текочных жирных кислот и иммунной системы. Плюс еще в толстом кишечнике протектируются нашими друзьями витаминки. Примагичное накопление деликации собственно оттуда выходят наши колбаски. Очки, печень это полноценный орган, который непосредственно участок пищеварения, но не соприкасаются с едой. Вот теперь немножко про толстую кишку. Не знаю, слышали вы или не слышали про микробиом, микробиоты и так далее. Это маленькие друзья, бактерии, вирусы и простейшие которые живут в нашем кишечнике. И они в целом, если вы весите около 70 кг, составляют примерно 2 кг вашего веса. То есть примерно 2 кг вашего веса, но на ваших весах это не вы, а бактерии и вирусы, которые живут в вашем кишечнике. Пугаться, бояться не надо. Это часть, можно сказать, нашего организма. Они очень полезны для нас. И от их состава зависит наше здоровье. Если в целом с ними все нормально, то основная их задача это помогать нам с пищеварением. И они же синтезируют различные витамины и микроэлементы, которые наш организм не способен синтезировать. И, собственно, помогают в процессе нашей жизнедеятельности. Перейдем теперь непосредственно к еде. Ну, собственно, все вы слышали углеводы живой до дыр, пищевые волокна, вода, микроэлементы. Начнем с самого начала, с углеводов. Глюкозу. Всем известный углевод. Что с ним происходит в целом, когда он поступает в наш организм? Есть два момента, как распределяется глюкоза. Вообще, глюкоза для нас это чистая энергия. Это вот как для машины бензинной, для электрокара электричества. Для нас глюкоза это чистая энергия. Распределение двух моментов бывает. Первый, это когда глюкоза поступает из пищи. Часть ее сразу же уходит на то, чтобы работал мозг, внутренние органы и мышцы. И это на самом деле факт, что когда вы сильно устно устали, вас тянет к сладкому беспростат, потому что вам нужны такие-нибудь энергии. Это делать не обязательно, просто эта тяга, она обоснована физиологически. Другая часть глюкозы, она уходит либо в три лицерина, если слишком много глюкозы, большая часть она уходит с хрон в мышцы. Мышцы жаденые, они сохраняют эту энергию для себя на будущее и не делятся с организмом. Все, что у нас упаковалось в мышцы, можно потратить, только если мы занимаемся какой-то физической лестницей. И еще где-то примерно процентов 40 глюкозы сохраняются внутри печени в виде гликогена, который потом... Гликоген — это просто много-много-много-много молекул глюкозы, которые упаковываются, типа как файлы, брадали, зипрошвейные, или, не знаю, по другому аналогию провести. В общем, смысл в том, что глюкоза упаковывается в маленькие бочонки, которые называются гликогеном, которые хранятся у нас в печени, для того, чтобы, когда глюкоза в крови падает, распаковывать и выдаст их, чтобы у нас была энергию. То есть печень — это хранилище энергии. Когда мы не кушаем, когда у нас нет сахара извне, то вот здесь включается печень. Печень при помощи определенного гормона выпускает кровоток, глюкозу, и глюкоза уже распределяется по всем тем же самым органам. Часть уходит в мышцы, часть уходит в нервную систему и так далее. Инсулин, про который мы проговорили про поджелудочную железу, это очень важный для нас гормон, задача которого просто открывать двери для глюкозы. Сейчас постараюсь проще объяснить. Мы с вами съели что-то сладкое, сладкое поступило на желудочно-кишечный тракт, провалилось, сосалась наша кровь, дальше поджелудочная железа начинает пропорционально вырабатывать количество инсулина той пропорции, которой глюкоза поступила в наш организм. Для чего? Для того, чтобы инсулин как-то делив реклам или я на доставку проводил глюкозу до двери, постучал в эту дверь, дверь открылась и закинул туда глюкозу. Это основная функция инсулина. Основная функция инсулина, он является ключом для того, чтобы открыть дверь в клетку, куда поступает глюкоза. Причем, теперь вот справа на слайде, это когда мы говорим о продуктах с высокогликемическим уровнем, индексом. Если мы съели просто шоколадку, то у нас пропорционально поджелудочная железа выбрасывает большое количество инсулина, чтобы большое количество глюкозы, которая поступила в нашу кровь, быстро-быстро это сосало. В связи с этим, через полтора часа, где-то через час-полтора, у нас низкий уровень сахара, и нам снова хочется кушать. Зачем так поступает поджелудочная железа? Эволюционно мы не привыкли к тому, что мы едим чистую энергию. Эволюционно мы ее добываем, там, самые сладкие для нас это были фрукты. В основном была сложная еда, которую нужно переварить и выпищить оттуда энергию. И количество глюкоза в крови, оно всегда примерно на одинаковом уровне. есть какие-то патологии. Высокий уровень глюкоза в крови, он опасен для нашего организма. Начинают слипаться клетки крови и другие проблемные механизмы, которые могут привести к тому, что инсульт или еще что-то произойдет. Короче, много разных проблем может произойти, если количество глюкозы зашкаливает в организм. Поэтому поджелудочная железа сходит с ума, когда видит, что большое количество глюкозы поступило, и она выбрасывает большое количество инсулина, чтобы быстрее распределить эту глюкозу из нашей крови, чтобы она не циркулировала в таком большом объеме. То есть поджелудочная железа не тупит, она пытается нам помочь, если мы съели шпалатку. Но, собственно, побочным действием является то, что очень быстро расходится вся глюкоза и во все ДПО она прячется, и мы снова хотим есть. Теперь, как это работает при питании. Ну, в целом, если мы, например, правильно кушаем, у нас там по принципу тарелки, овощи, илки, там все есть, это к тому, сколько раз в день нам надо кушать. Слева картинка про трехразовое питание, справа про пять раз питание. Зеленый – это подъемы инсулина. Синий – это когда его нет в крае. В общем, в обеих картинках инсулин нормально справляется со своей функцией. Он распределяет глюкозу, когда надо, куда надо, и так далее. Но при пяти приемах пищи у нас окно, когда мы находимся без инсулина, его практически нет. То есть оно в основном ночью бывает. И в течение дня у нас постоянно работает инсулин. Мы что-то где-то закинулись, подключается инсулин. Это я кому-то дробное питание пять-шесть раз есть, даже если оно там в товораже находится, мы все равно заставляем поджелудочную железу постоянно работать, она постоянно подтравливает инсулин. Чем это опасно? Это опасно, потому что со временем так называемый инсулинорезистентность. Что такое инсулинорезистентность? Я начну вам объясню, чтобы вы не пугались этого термина, если вы вдруг сразу не едите. Вернемся к тому, как распределяется глюкоза. Глюкоза поступила в наш организм, инсулин вспотел ее, постучал из гуси. Теперь, если это постоянно происходит, нам постоянно стучат в дверь. У нас просто определенный момент начинает гасставать, и мы перестаем эту дверь открывать. При этом инсулин, он же не просто проигрывается, а для того, чтобы распределить лишнюю глюкозу, он дает помощника. То есть, желудочная железа выкидывает еще больше инсулина для того, чтобы распределить глюкозу. А мы уже вдвоем стучат в дверь, вдвоем стучат в дверь. Мы открываем и запускаем глюкозу. Короче, глюкоза в любом случае должна быть распределена. Если это происходит постоянно, то определенные клетки перенасыщаются и перестают реагировать на инсулин. Таким образом, примером, простыми словами, мы приходим к инсулинорезистентности. Она развивается не быстро. Это очень медленный процесс, который там за 10 лет постоянно 5-6 разового питания 2-3 кг препаратов. Еще через 10 лет еще 2-3 кг. В итоге, через 3-40 лет у вас там будет плюс 9, плюс 12 кг. Но это будет не геометрическая прогрессия называется, когда быстрее, чем 2-2. В общем, это будет геометрическая прогрессия растет. То есть, не 3-3 кг, а плюс 9, а потом плюс 7. Для вас это опасно тем, что наш механизм просто перестает реагировать на тот гормон, которому в привычном состоянии он должен реагировать. Подключается второй механизм. Инсулин, если наши товарищи-качки знают, как иначе используется инсулин. Те, кто в залог стараются накачать большую массу, инсулин в том числе является анаболиком. Он помогает росту и мышц, и жировой органы. Если у нас в крови постоянно большое количество инсулина и постоянно большое количество глюкозы, то там происходит процесс плюконеомбинеза и из плюконеомбинеза в каждого бутокерна. Смысл в чем? Большое количество глюкозы, большое количество инсулина в итоге превращается в триггетериды, которые потом формируются в жировую ткань. Второе, чем нам опасно постоянно дробное питание, это тем, что у нас все равно будут расти пока, только они будут расти не от того, что мы употребляем какую-то палорийную пищу, а от того, что у нас просто большое количество энергии в организме, ее надо куда-то девать. Клепки уже ее не воспринимают, поэтому ее перерабатывают другим олифом, который потом сохраняется в жировой ткань. Про дробное питание мы поговорили, теперь про диету 8-16, которая к нам пришла, стала популярной, точнее, она из Кремленной Долины, там ребята сидели 8-16, для тех, кто не знаком, диета 8-16, это окно 8 часов, которое мы едим, и потом окно в 16 часов, в котором мы ничего не едим. Смысл этой диеты в целом, почему я ее привел именно, когда мы говорим про инсулин, в том, что вот это 16-часовое окно у нас организм отдыхает от инсулина, клетки отдыхают от инсулина и становится восприимчивым. Тем не менее, в окно 8 часов есть разные окна. Бывает также 4 на 20, кто-то, я знаю, и 1 на 23 увлекается, разные подходы есть, и у всех разное мнение о том, что в эти 8 часов можно есть все, что угодно. Нельзя есть в окно все, что угодно, питание все равно должно быть балансировано. Единственное, чем нам помогает вот это 16-часовое окно, это тем, потому что гормоны, которые работают во время того, как мы потребляем пищу, они не работают. То есть у нас отдыхает поджелудочная железа, у нас отдыхают другие органы, которые постоянно сервизируют чем-либо каким-то раздражителем, когда мы кушаем. И это хорошо. Такие окна желательно не себя устраивать. Почему немного про религию и про урозу? Ну, например, мусульмане, они это давно заметили, исторически, без каких-либо опытов, и просто наблюдая за тем, как наши организмы реагируют на его. Естественно, там описано все иначе, зачем это нужно делать, но уроза это та же самая 8-16. Мы поужинали, позавтракали, пока темно, потом весь день не едим и даже воду не берем. Та же самая кременевая долина, модная диета, та же самая наша уроза, привычная вся. Никого не учебу если что, я очень важительно отношусь к этим. Просто это я привел пример, потому что это исторически люди наблюдали и видели пользу от этого. Соки и фрукты. Здесь важный момент. Соки, условно, брено, фрукты полезны. Почему? Потому что во фруктах находится большое количество клетчатки. Не то, чтобы большое, но там есть N-ное содержание клетчатки, клетчатки, сама по себе это очень сложный углевод. Тоже углевод, но очень сложный, который наше 12-й кишки не может переварить с помощью своей приметной системы. И так как это очень сложный углевод, она является еще и противоядием против обычных простых углеводов. И во фруктов вся лишняя энергия, которую мы поглощаем, она чаще всего не всасывается в том количестве, в котором сосалось бы, если бы мы съели такую же углеводную шоколадку. Она сложной углеводной молековой клетчаткой затаскивает это все дальше в толстой кишечнике. А в толстой кишечнике поедают наши друзья микробиом, которые из этого всего продуцируют для нас микроэлементы и витамины. Поэтому фрукты да, соки нет. Витамины и БАДы здесь привел примерно. Во-первых, витамины надо пить только если у вас есть какие-либо дефициты или по назначению врача. Вообще, вы же начали сдать анализы и потом приступать к витаминам тем, которые вам советуют врачи. В плане БАДов я категорически против именно в России. За рубежом не против, по крайней мере страны Европы, США. Там их назначают врачи и там БАДы для логически активной добавки. Они проходят клинические исследования. Они получают определенные знаки. Вот у нас это называется регистрационное удостоверение. У нас БАДы не получают регистрационное удостоверение. То есть фактически мы с вами можем сегодня начать бизнес. Пойти набрать пропилу, сдобрить ее лимонным соком и продавать это как витамин С. Просто упаковать, сказать, что у нас все нормально, посадок инсульта. Но никто это не будет в клинические исследования проводить, и давайте товарный знак теперь без страшного. Не товарный знак или без страшного. И в целом мы позовем пару блогеров, которых там будет по полтора миллиона человек, заплатим им, они нас прорекламируют и все. Наш БАД пошел в народы. Мы продаем храпиву за очень большие деньги. Это чаще всего происходит на нашем рынке. Возможно, есть рабочие БАДы. Просто я как бы не специалист, поэтому я ими не пользуюсь. И я не фанат того, чтобы кому-то советовать. Просто по причине того, что у нас нет нормативного регулирования этой системы. Чем отличается глотание от низкоглеводной диеты или просто какую пользу может принести? В самом начале по поводу энергетического обмена я сказал, что если мы просто перестаем много есть, то в итоге у нас организм скомпенсирует и мы в итоге останемся в том же состоянии, в каком мы были. Но если мы совсем перестанем есть, то так не работает. Наш организм подключает все свои гормоны для того, чтобы найти еду. Если мы не будем там есть 2, 3, 4, 5 дней, то в первую очередь у нас будет уходить жировая ткань и мышечная ткань для того, чтобы у нас была энергия жизненная, чтобы найти пропитание для себя. Это не для того, чтобы вы это кушали, использовали, это просто подключительный момент. Еще голодание полезно для того, чтобы разгрузиться от инсулина. Есть в Америке целая школа, которая лечит веолитно-роз типа, который из-за инсулино-резистентности развивается. При помощи метода голодания приходят ребята, ложатся в стационар, полное обследование и потом 14 часов нельзя, 20 часов нельзя, 36, у кого-то доходит до недели. Методология классная, но только если она в стационаре под контролем врачей они видят все, что с вами происходит. Дома не пробуйте это, это может привести к язве, к другим заболеваниям и так далее. Еще немного про религию, потому что если мы, если здесь есть православное, то в великом посту, в очень серьезную его итерацию, когда он начинается, все начинается с голодного понедельника. А потом идут дни, когда мы занимаемся сыроедением и потом только уже сыроедением плюс без жира, потому что там получается масло, горячая еда. То есть фактически ребята точно так же наблюдали, как на нас влияет еда и у них 2000 опыта, 2000 лет опыта. Заменители сахара алкоголя и что между ними общего? В свое время как раз для людей с диабетом второго типа, у кого развилась сухолинрезистентность, чтобы снизить количество потребляемой глюкозы, как раздражителя, начали применять заменители сахара. Это собственно те же самые простые углеводы, только они не вызывают спресс инсулина. И многие из них, например, фруктоза, она даже слаще, чем глюкоза по ощущениям. Ну, например, у меня там, по-моему, 50-50 стоит тоже глюкоза. Он слаще, чем слаб по вкусу. Но есть одна проблемка. Когда начали эти заменители использовать, они классно помогали на первых порах как бы не кушать саму глюкозу, потому что инсулин не поднимается, вроде бы все сладко и так далее. Но в длительных исследованиях, которые 10-20 лет проходят, было доказано, что заменители сахара, они все равно преобразуются в энергию, но только для того, чтобы их преобразовалась в энергию, очень сильно напрягается наша печень. После того, как лет 5-10 мы на этом сидим, наша печень перестает нормально работать в этом процессе. У нее внутри изменяются механизмы, которые в итоге приводят к тому, что баланс энергетических все равно нарушается и как бы все равно наш организм страдает. То же самое делает алкоголь. Алкоголь точно так же активно разрушает нашу печень. Собственно, поэтому я их тут вместе и привел. и, кстати, алкоголь это чистая энергия. Если даже на антикет припочитать, там нет ни белков, ничего, ни углеводов, там чисто калорийц. Циркадные ритмы. Есть кто-то, кто знаком с этим термином? Руки можно? Чуть, чтобы были друг друга вообще супер. Теперь для тех, кто не знаком. Циркадные ритмы это ритмы, по которым это биологически наши ритмы, по которым мы живем. Это весна, зима, осень, если в течение года говорить. А в течение дня это солнце встало, солнце село. Мы с вами очень сильно зависимые животные от солнечного дня. И в норме, если бы нам не надо в 8 утра ходить на работу, то сейчас бы мы с вами, наверное, уже дремали и засыпали, потому что солнце давно село. И просыпались бы мы не раньше на 9 утра, когда солнце встает. И, собственно, наши гормоны так и построены. У нас есть два гормона, которые регулируют эти процессы мелатонин и кортизол. Мелатонина практически нет в нашем организме, как видно, на картинке, пока светит солнце. Когда солнце заканчивает светить, его количество поднимается, нас клонит в солнце. Обратная ситуация с кортизолом. Кортизол поднимается перед тем, как встанет солнце. Он, конечно, не зависит от солнца, но он у нас будет в нормальном состоянии, у нас будет кортизол. То есть не будет виден кортизол. Он поднимает наше давление, мы приступаем, мы бодрые, мы готовы к этому дню. В обычной жизни у нас так не происходит. Помимо этого, кортизол, он также отличается от глюконеогенеза. Это процесс образования глюкозы в печени, активирует мозговую деятельность, контролирует артериальное давление. И нарушение циркадных ритмов, оно приводит к тому, что эти два гормона начинают у нас неправильно работать. Сейчас посмотрю, что там дальше. В крови появляется большое количество глюкозы, которые надо обратно распределить. Мы ничего не поемем, а всплес инсулина с эндикортизолом идем такое же. Потому что просто высвободилась энергия, которая надо куда-то действовать. И там еще есть мобочных процессов, которые заставляют наш организм немножко с ума сходить. И у некоторых, кто склонен к этому на фоне кортизола, на фоне постоянного стресса, начинает расти пока. можно нормально есть нормальную еду и нормальное время, но все равно будет расти жирок. У меня профессии, например, такие ребята, это реаниматологи. И прям есть инсулировый такой животик. У них все нормально с питанием, они врачи, они все знают, что нужно делать в жизни, но у них постоянные дежурства суточные. Они где-то не до спят, где-то перенервничают и так далее. Они ничего не могут с этим животом сделать, пока не уволятся или не уедут на полгода будут. То же самое у пожарников, то же самое у людей, у кого ненормированы грязи. И такая же проблема может быть у всех у нас во время сессии или каких-то сложных периодов в жизни, когда мы не досыпаем. Кортизол начинает неправильно работать, когда у вас происходит депривация сна, нарушение сна, когда вы не доспите 5-6 часов. Норме нужно 8-9 часов спать. Ну, в целом, если вам нужно до 20-60 лет. Детям больше, моему мелкому вообще где-то 16 часов спать. Но неподряд не, к сожалению. Короче, у кртизола есть такая фишка, если вы одну ночь не выспались нормально, он будет в два раза зашкаливаться в течение следующего дня. Вы следующую ночь нормально выспитесь, на следующий день он все равно будет в полтора раза до шестнока. Чтобы привести его в порядок, вам нужно две нормальных ночи сна. То есть, если вы в пятницу хорошенько потусили, то только в понедельник он у вас стабилизируется, если вы в субботу и в субботу не продолжите свой путеж. Поэтому всем, кто любит тусить, желаю только один раз в этой неделе делать, а потом нормально просыпаться. Праличный опыт. Я фанат просыпаться рано. Смысл для меня в чем? Во-первых, мне 36. Для меня уже биологически это нормально быть жаврой. Когда я просыпаюсь в пять утра, все еще спят, и у меня с пяти до семи утра есть два часа свободного времени. Когда я утрачу что-то написать, взяла им поездку заниматься, в течение дня я не могу столкнуть, потому что с восьми до пяти работаю, с пяти и дальше у меня еще студент. Я проэкспериментировал, и у нас с женой не получилось как бы совместно вставать в пять утра, потому что жена у нее на восемь лет младше, и она еще в том возрасте, когда она не жалована. Это я к чему? Это я к тому, что наши цикадные ритмы как движутся. В четырнадцать лет мы соло, вот когда у нас пуберта проходит, мы соло, нам это биологически показано, поздно просыпаться, поздно ложиться. Ближе к тридцати мы уже становимся ближе к жаворам. К сорока, к пятидесяти мы все жаворны, биологически это нормально, рано вставать и рано ложиться. Так работает наша гормональная система в течение нашей жизни. Теперь про жире. Про жире так много говорить не будем, но про жире нужно знать всего пару моментов. Во-первых, нужно избегать всех современных промышленных жиров. Это маргарин, это рафинированное и задарированное масло, потому что все это в совокупности есть путем трансжиры. Короче, это не те жиры, которые нам биологически нужны. Их не воспринимает наш организм и чаще всего там бывают такие молекулы, которые могут травмировать поверхность нашего кишечника. поэтому в отношении живов растительные жиры это типа оливкового масла холодного отжима и лидового жиры прям сливочное масло на небольшом количестве. Потому что у определенного процента нашей популяции есть склонность к повышенному уровню холестерина. И тем не менее, если вы будете кушать много жирных кишечек, все равно холестерин будет увеличиваться. Но при этом ничего страшного нет в этом. Жиры нам нужны. Жиры нам нужны для того, чтобы определенную часть нашего организма строить, в том числе они участвуют в гормональном процессе. В общем, это важный для нас нутриент, который нужно употреблять. Просто только, так скажем, условно-правильное. Про продукты тоже много можно говорить. Самое главное для себя знать, что есть 8 аминокислот, которые наш организм сам не может продуцировать. Аминокислоты это такие кирпичики, из которых состоит практически весь наш организм. Мы их получаем в основном из мясных животных продуктов. Я не против вегетарианства во взрослом состоянии. Чисто с медицинской точки зрения, у меня медицинское образование, я против вегетарианства и подобных вещей для детей, кормящих для беременных женщин. Я не видел одного исследования, которое показывает, что это нормально, потому что в любом случае выходит в каком-то дефиците. Но люди, которые старше 20 лет, у которых уже все сформировано, они вполне себе могут жить и вегетарианстве, и вегетарианстве, и так далее. Тут я не против, каждый сам чувствовал их очень делать. Пробилки. 8 аминокислот. Каждая пища имеет глуховую ценность. И вот там такой прикол есть, что эти 8 аминокислот, они в том числе в крупах есть. Но всасываются они примерно в одинаковом соотношении, когда мы белок потребляем, и вот всасываются по нижней градации. Ну, например, там какой-то салаты всего 60%, значит, и все остальные в такой же пропорции всасутся. На этом заморачиваться не нужно. Чтобы не думать об этом, нужно просто в течение дня стараться употреблять белки для разных продуктов. Ну, например, с утра яйца, в обед индейку, вечером курицу. Все, окей, у вас все будет нормально. Поэтому долго мы так не останавливаемся, просто знаем, что они должны быть. Теперь немножко про популярные диеты. Прямо буквально по словам. Про то, что мы все толстеем на углеводах, это еще со времен Гиппократа, когда они начинали кушать большое количество пшеницы. Потом это было в 19 веке большое исследование проведено, в 20 веке и так далее. То есть это факт, что если у нас диета состоит по принципу как питаются американцы, ее еще называют американской диетой, когда в основном идут простые углеводы, это булочки, макароны, сладкое и так далее. Это все в итоге пересмолняется потому, что лишние бока появляются. Но углеводы нам очень нужны. Просто есть углеводы, которые быстро перерабатываются в энергию, это все, что из муки, из переработанных материалов происходит. А есть углеводы, которые мы берем из продуктов типа овощей, фруктов. Там такого не происходит. И эта пища нам еще нужна в том числе для микробиома. Причем наш микробиом это очень хитрый товарищ. Он состоит из разных популяций, которые в том числе определенные сигналы поступают из нашего микробиома в наш организм. Исследований нет, но есть несколько популярных книг от ученых, которые говорят о том, что наш микробиом с нами общается и говорит, что нам кушать. Там есть такая теория, еще раз говорю, исследование, которое это доказывает, я не видел, но оно очень интересно. Она говорит о том, что если мы постоянно, например, кушаем булочки, то у нас развивается большое количество бактерий, которые любят булочки. И потом они нам каждый день говорят, я хочу еще булочку, я хочу еще булочку. И мы, собственно, идем кушать булочки и стараемся к нашим бактериям как булочки. Может быть, это прикольная теория для того, чтобы людей научить правильно питаться, но смысл в том, что реально наш микробиом формируется от того, что мы кушаем. И если мы будем вместе сидеть на булочках, у нас реально будет большое количество тех бактерий, которые питаются этими булочками, они вытеснят, большое количество бактерий, которые нам полезны, которые создают микроэгигменты для нас из овощей и фруктов. И потом, в итоге, это все может привести к неким дефицитам по витаминам. Жир нельзя. Вот это вообще прикольная тема, которую сейчас можем наблюдать во многих сферах. О чем я пытаюсь рассказать. В середине прошлого века американские ученые-пердиологи выяснили статистические штуки с холестерином, что при поедании большого количества жировых продуктов увеличивается количество холестерина, из-за холестерина пляшки образуются, и потом, собственно, сердечно-сосудистые заболевания. Это подхватили маркетологи и пищевая промышленность. После этого во всех магазинах появились обезжиренные порошки, обезжиренные то, обезжиренные все, третий, десятый. Целая индустрия выросла на это. Хотя в целом для того, чтобы привести холестерин в порядок, не обязательно есть обезжиренные. Можно просто больше налегать на салаты и меньше на эжеверные эжеверные. Вот. Но сейчас просто это происходит везде, и в плане индустрии питания это очень видно, когда кто-то что-то новое модное придумал, это расхватывают блогеры, новости и так далее, это становится повсеместно. Вот в прошлом веке мы сделали огромное состояние пищевой промышленности. Оттуда появилась, собственно, вот эта вся обезжиренная продукция. И, если вы хотите привести свой организм в порядок, в определенный момент в комплекс, это полезно на определенный период времени, потому что жиры нам все равно нужны. Белок уже не лезет, это я к тому, что сейчас еще популярны кето-диеты, которые тоже не вредны, если они используются там, где нужно. Ну, когда спортсмен сушится и готовится к выступлениям по бодибилдингу или еще таким-то вещам, где ему нужно, чтобы у него было много мышц выкислить свой организм. И можно на этом быстро похудеть неделю за две несколько килограмм сбросить, но это большой стресс для организма, поэтому худеть на этом не советую. И долго на этом сидеть тоже нельзя, потому что могут очень начать лететь внутри нервы. Теперь вообще про то, что рядом с диетологией находится. Сейчас еще есть популярные логические тесты, которые говорят нам, ну, что можно кушать, что нельзя, от того, как реагируют на этот органик. Но прежде чем об этом говорить, надо вернуться на самое начало про иммунную систему, о том, как она работает и в отношении того, почему все эти тесты работают. Когда мы с вами рождаемся, у нас есть первичный иммунитет, который эволюционно заточен на борьбу с определенными опасностями вокруг нас находящегося. Но опасности вокруг нас, они тоже эволюционируют. Ну, та же самая тема с ковидом, грипп ежегодно мутируют. И ребенок, который рождается, он не готов ко всем этим мутантам, которые вокруг нас. У него есть естественный метод эволюционно заложенный, но не против всего. Но его мама готова по всему, потому что она здесь давно живет. И вот мама является основной защитницей, когда на грудном старом находится ребенок. И каким образом это все происходит? Вместе с грудным молоком приступают иммуноглобулины, которые помогают бороться с инфекциями в организм маленького человечка. И с помощью механизма под названием трансцитоз наш кишечник, когда мы маленькие, очень маленькие, помогает эти большие белковые молекулы, иммуноглобулины, захватить. И нетронглобулины, они поступают в кровоток. И помогает организму бороться против внешней инфекции, пока иммунитет, собственно, еще учится в этой борьбе. В определенный момент, когда мы вырастаем из грудного скармливания, этот механизм перестает работать. И наш кишечник потребляет только разложенные белки на иммун на аминокислот, на аминокислот, то есть на маленькие птички, из которых состоит каждый белок. Вот сейчас в нашем здоровом состоянии, все мы здесь сидим, мы не можем сосать в себя иммункукулины. Не должно быть такого. Но иногда поверхность кишечника из-за стресса, из-за язвы, гастритов, какого-то другого заболевания, или еще за счет отравления. В общем, есть куча разных механизмов. Иногда стенка кишечника местами начинает работать неправильно. И этот механизм возвращается. Крупные белковые молекулы, которые еще не разложились под действием ферментов, проникают в наш кровоток. Когда в наш кровоток проникает во взрослом состоянии большая белковая клетка, наши полицейские иммунные клетки внутри нашего организма, они всегда как-то патрулируют, что происходит. Если они видят кого-то, у кого нет пасморта нашего организма, у нас на поверхности каждой клетки находится, условно говоря, назовем это айди. Айди, который говорит нашей иммунной системе, что это наши клетки, не надо трогать. И если он видит белковую молекулу, у которой нет этого айди, то он считает, что это какой-то вредоносный организм, который пришел нас атаковать. Хотя в данном случае, в процессе, который я описываю, это всего лишь белковая молекулка, которая по случайности проникает в наш организм. Но для иммунной системы барбер, это враг, она начинает ее атаковать. Вначале там происходит первичная атака, потом вырабатываются иммунные клетки памяти, которые продуцируют полицейские, которые заточены на то, чтобы, например, белки, морковки их постоянно ловить. И это нормально, это ничего страшного. Хорошая работа нашего организма так должно происходить. Единственный момент, когда таких проникновений становится очень много, и иммунной системе приходится очень много сил отдавать на то, чтобы бороться просто с некими белками, которые попадают в наш организм, они не успевают оптилизироваться и образуются циркулярные иммунные комплексы, когда иммунная клетка маяла, белковая молекула и не знает, куда ее идти, циркулирует в организме. В определенный момент она устает и сядет на какую-нибудь поверхность сосудов. Когда она туда сядет, местные иммунные клетки увидят, что там схватили врага, разбудятся и все побегут туда. И будет маленький процесс микровоспаления. Это тоже нормально. Так должно быть. То есть, такого много, и вокруг у нас пандемии, грипп и так далее, то там, где на сосудике идет микровоспаление, там обычные бактерии или обычный вирус, который наша иммунная система в обычном состоянии тормает, в данном случае может проскочить. Есть исследования, которые доказывают, что если через наш условно, как там называют его, еще дырявый кишечник, проникает очень много подобных глухов, то детишки чаще болеют инфекционными заболеваниями. Но это еще раз не к тому, чтобы идти и тратить деньги на иммуно-хелло, доктор-пуке, иммуно-про, это все очень дорогие разрекламированные программы, просто потому, что сами тесты по себе очень дорогие, потому что они не так давно появились. Приведу пример. В 90-х годах УЗИ лечения стоило около 3000 рублей, потому что это был метод, который только появился. Сейчас это, по-моему, 300 рублей стоит. То же самое со всеми методами медицины. Те, которые только что появились, они очень дорогие, но через 20-30 это будет банальный метод, который будет стоить тёж. Сейчас это дорого стоит, и это не всем нужно. Если вам назначил врач, то спокойно идите, это не обман, там реально показывают, на какие продукты питания реагируют вашу иммунную систему. Но знайте просто для себя, для будущего, что есть понятие пищевая непереносимость, это вообще не про эти тесты. Пищевая непереносимость это некая генетическая колонка, которую можно только генетическими тестами узнать. И если у вас есть пищевая непереносимость, то вы, скорее всего, об этом уже давно знаете, потому что от каких продуктов вас прям выворачивают, либо происходит какая-то реакция. И аллергия. Это тоже не про аллергию. Аллергия это совершенно другое иммунологический процесс, на который у детишек чаще всего копируется выступает или еще что-то. Собственно, если у вас аллергия, вы тоже, скорее всего, об этом знаете. Иммунные тесты, они именно про иммунную систему и вот этот побочный механизм, когда что-то проникает в нас из вне. Так вот, в книжках, в которых описывают теорию дырявого кишечника или протекающего кишечника, там каких-то названий нет, там также еще выведен новый враг лектины, один из двух плов. Смысл, подытожу вам, вместо того, чтобы читать все эти книжки, если у вас здоровый кишечник, то все будет нормально. Чтобы был здоровый кишечник, надо есть фрукты, ягоды, только спелые. И я думаю, вы это с детства знаете, если в детстве выровали соседи яблоки, я воровал, съел определенное яблоко, потом сидишь два часа, три часа, может, идушь в туалете, тебе очень плохо. И, собственно, с тех пор я знаю, что мне надо выступать, спелые яблоки, желательно воровые. Бобы и орехи отмачивать, это фишка, машина у меня в вечер, я съездил в Кипикстан, и посмотрел, как они там пользуются бабами и орехами, когда они отмачивают нут по 24-25 часов, тем самым выводя из него все элементы, которые потом приводят в газообразование, так скажем. Короче, посмотрите кулинарию, исторически, как она развивалась, вот там каждым продуктом умеют пользоваться. И в плане того, чтобы отмачивать орехи и бобы, в культурах мира уже давно тоже исторически они смотрели, как каждый продукт на кого реагирует и как им пользоваться. Кожура и отопри несъедобны. А вот эта фишка прикольная. В 90-е годы один из ученых издал способ как сделать так, чтобы не было запор. И выяснилось, что ажурки, отрубы и так далее очень хорошо помогают в арчисти кишечек. И, собственно, он назначал эту диету для своих пациентов, у кого были проблемы с дефекацией, не могли в туалет сходить. Но пищевая промышленность не действует как тут. Они подхватили это и сделали как... Ну, в общем, вы все знаете, что очень много ремонируют продуктов с отрубями, с кожурой и так далее, что их позиционируют как полезно. Все, чем они полезны, то, что они помогают там сходить в туалет. А вообще, в принципе, кожура, она не особо полезна. Если вы посмотрите на животных, которые едят семечки, они вначале очищают кожу, а потом едят семечки. И, собственно, мы тоже самое делаем. Поэтому наличие этого продукта питания, типа хлеба или тостов или еще где-то, это не есть хорошо. Это раздражители, которые растения придумают для того, чтобы не ели эти семечки. Посленые подходят не всем. Вот здесь это я привел к тому, что в теории для очищечника или автор, которые на него опираются, они там очень сильно пропасовывают, плохо говорят. Про то, что нельзя кушать помидоры, про то, что одни к тому кучи всех воспалений происходит и так далее. Хотя одна из голубых зон, это район, где самые долгожители живут, является Италия. Там есть какой-то островок, где там много-много поколений живут доста лет. Они помидоры едят круглые сутки, каждый год. поэтому тут все очень условно. Я думаю, что просто есть популяции, которым реально не подходит последовательно. Но это надо дальше изучать, то есть должны быть большие крупные исследования. Не так, что авторы посмотрели несколько американцев и на них посудили о том, что это вред. Немного о современных продуктах в разрезе описанных ранее теории форта. Просто вернемся к глюкозе, сахар. Пшеница, картошка замаскированы сахар. Но, опять-таки, пшеница, например, бул-бул, это сложные углеводы, которые до конца не расщепились, и когда вы их кушаете, у нас хорошо работает кишечник. Чтобы переварить, он затрачивает много энергии. Если же мы говорим о муке первого сорта, вот это практически сахар. Потому что промышленность перемалывает настолько сильно, что практически там все в простом доступе и нашему кишечнику не нужно напрягаться. То есть наш кишечник эволюционно заточен на то, чтобы есть сложные продукты. А в случае чего мы привела промышленность, она упростила и не дает работать тем зонам нашего кишечника, которые должны работать. Пятиминутки или сухой быстрого приготовления это тот же самый не сладкий сахар, это та же самая перемолотая пшеница первого сорта, из которой уже потом вкусовыми добавками делают какой-то продукт. Рафинированные масла проговорят разживые, маргарин тоже. Сладкие напитки и конфеты больше десертов не несут никакой биологической ценности. Ценности не несут, но и сладкие напитки и конфеты бывают полезны. Например, если вы берете марафон, там на 10-15 километрах у вас закончились силы, это самый классный лёг, какими-то шоколадами или чем-то подобным, чтобы восстановить энергию и побежать дальше. Потому что, как мы говорили ранее, за несколько минут это всё попадает в кровоток. Соусы тоже в основном делаются из переработанных продуктов. А вот уксус это прикольная и полезная тема, которую тоже в своё время ещё отмечал Киппократ. Она сейчас также её можно заметить в диетах японцев. Японцы в основном едят рис. Это вроде бы как углевод, на котором вроде бы должны поправиться. но никто не поправлялся, потому что они практически во всех национальных продуктах присутствуют куксус, который на 40% снижает доступность углеводов в наших кишечни. А вот теперь комплексные советы. Ещё раз, мы проговорили много с этих моментов и некоторые вещи, которые не работают. Здесь они также указаны. Если все вот эти вещи одномоментно применять, то это будет комплексный подход и будет работать. Если вы условно здоровый человек, если у вас есть какое-то нарушение, то вначале это нарушение нужно себе с врачом посоветоваться и постараться вылечить. А потом можно в принципе левой части доски придерживаться в течение всей жизни и проблем с питанием у вас не будет. Два или три приёма пищи в день это к тому, чтобы делать окно инсулиновое. Причём были вопросы в прошлый раз по поводу поджелудочного пузыря, то, что если он уколён, что делать? Посоветовался я с гастронтерологами, там тоже всё нормально, просто должно быть регулярно и в определённом ритме. Тогда проблем тоже не будет. Перерыв между приёмом здесь всё зависит от того, поскольку вы ложитесь. Если вы регулярно ложитесь в час ночи, встаёте в 10 утра, окей, значит вам можно 22-23 поесть. Главное, чтобы последний приём пищи был лёгким и за 2-3 часа до сна и успел переварить своё обменение. Потому что, если вы наевшимся ложитесь, то у вас ещё работает инсулин. Пока работает инсулин, не начнёт подниматься кортизол. То есть, соответственно, есть вероятность, что вы проснётесь в 6 утра по будильнику, а кортизол на пике у вас будет только через 3-4 часа. Но только вы, скорее всего, не пойдёте, не дождётесь, пока у вас будет на пике и разбудит вас. А вы сходите, сходите и позавтракаете, потому что вам потом пора бежать на работу. Вы позавтракаете, как только глипкость не поступит в организм, выводит инсулин, кортизол упадёт. У вас опять будет дисбаланс кортизол. Именно поэтому он отрицает. А, ну и последний, там восьмой, который не видно, это заканчивается каждый приём пищи к кольку фруктов. Это для того, чтобы увеличить количество клетчатки и естественное поступление витаминов в аргенте. А ещё таким же способом получится избавиться от желания бояться сладкого. Редактор субтитров А.Семкин